Мсье Ламбер, вы же понимаете, что речь идёт об эроренпёсен – ошибка в тождестве сторон. Это ошибка, которую при составлении завещания адмирала Ланграба просмотрели ваши юристы. Ну какой ландигриб? Более того, не исключаю, что ошибку сфабриковали, потому что фантастично, что во Франции вдруг оказался некий безызвестный ландигриб, которому достался наш фамильный замок Ланграбов. Вы же понимаете, что замок принадлежит нашему роду испокон веков. Честер Ланграб всё больше закипал. А потом этот ландигриб всё так же внезапно умер. Но зато замок стал достоянием Франции – Шам-Ли-Сим, а не достоянием истинных наследников. Господин Ланграб Франсуа Ламбер говорил совершенно спокойно и даже устало, в отличие от своего собеседника. Не исключаю, что вы правы, но вы же знаете, что претензии по завещанию оспорить практически невозможно. Такой международный судебный процесс продлится целую вечность, будет стоить вам целого состояния и не принесёт никакого результата. Честер Ланграб прекрасно это знал, и поэтому снова и снова приезжал в Шам-Ли-Сим и пытался договориться с Франсуа Ламбером другим способом. Сулив ему огромные деньги за передачу замка Ланграб, но старик оказался твёрд и неподкупен. Привет, друзья, с вами Палет, и мы сейчас в кабинете хранителя ценностей Франции Шам-Ли-Сим, и речь идёт о замке Ланграба, который по чудовищной ошибке завещание утёк из семьи. В моей истории Ланграбов это завязка конфликта. Да-да-да, я взялась покопаться в истории рода и завязла намертво, потому что родословное Ланграбов настолько сложное и запутанное, что Готэм и не снилось. И я поняла, что при всём желании мне не удастся увязать абсолютно все имена, а семья Ланграб, наверное, единственная семья, которая упоминается абсолютно во всех играх Симс. Друзья, пожалуйста, прошу вас, не воспринимайте мою историю как истину. Напоминаю, это игра в ассоциации, и поэтому моя история основана на том, что я читаю, чем я увлекаюсь, что смотрю и что люблю. У вас может быть совершенно другая история. Итак, семья Ланграб. Давайте, как обычно, начнём с толкования имени. Лэнд-Грэб. Захват-Земель. Ланграб. Абсолютно красноречивая фамилия, в которой отражается вся суть этой семьи. Впервые имя Ланграб Индастрис упоминается в игре Симс Сити 3000. Ланграб как персона впервые появляется в игре Симс Ходдейт. Да, это Симс 1. И там как раз адмирал Ланграб появляется на картине. В описании картины говорится, что это морской герой Симнации. И изображён он за минуту до того, как был убит разъярёнными аборигенами. А в моей истории он тоже был убит аборигенами. Аборигенами французами. Потому что была очень тёмная, очень запутанная квестовая история Ланграба и Анастасии Нектара. Якобы о том, что он спиратил, а иначе присвоил себе патент на Нектар, который изобрела Анастасия. Конечно, коренные жители Франции ему этого не простили. И, возможно, именно они растерзали его. Возможно, он предвидел, что месть будет страшной. Составил завещание, в котором, к сожалению, ошибся. Случайно или подтолкнутый своими французскими душеприказчиками. Но он предвидел, что на него охотятся, потому что дом его полон ловушек и страшных ловушек. Даже египетские пирамиды не охраняют так серьёзно. А кто же такой честер Ланграб, который борется за восстановление своей собственности? Для этого нам нужно зайти в Симс-3, в Санцет-Вэлли. Великолепный, богатейший дом Ланграбов, окружённый буквально крепостной стеной. Второй этаж дома исполнен в любимом мной фахвертовом стиле, тюдоровском стиле, что подчёркивает старину этого поместья и древность рода Ланграбов. В отличие от дома нуворишей семьи Альта, с которыми враждует Алия Ланграб. Она считает их самозванцами, освоя род древним и с историей. И чтобы узнать, кто такой честер, нам нужно смотреть генеалогическое дерево именно Алии Ланграб. Потому что по её линии идёт наследование. Герберт — фигура пришлая в этом дереве. В его биографии написано, что он практичный хирург и женился на куче денег в лице Алии. Но, ребята, не спешите мои тапки. Такие акулы бизнеса, как Ланграбы с многолетней историей, даже не плюнут без того, чтобы это не сулило больших денег. Конечно, женить в Алии было решением семьи, потому что Герберт — генный инженер. Он работает в очень перспективной области, а главное, он работает над открытием, пишет диссертацию. И сейчас идут испытания, которые, по мнению семьи Ланграб, должны принести огромные деньги семье, если эти испытания подтвердятся. В моей истории Герберт не корыстолюбец. Напротив, он был глубоко разочарован после нескольких лет брака с Алиёй. Главным образом разочарован тем, как она относится к своему ребёнку. Он видит, что мальчик несчастен, потому что с него очень много требуют, и в то же время мать совершенно не даёт ему любви и тепла. В биографии так и написано, что у неё не остаётся времени на мужа и сына. А Малькольм выглядит мальчиком не очень счастливым. Видите, он такой мальчик с лишним весом и добрый не в традициях этой семьи, и больше любит читать книжки, чем общаться. Но, конечно, ему тут дали черту карьерист от матери. Всё-таки гены-то, наверное, не сотрёшь. Но счастливым он точно не выглядит. Вот этот излишний вес скорее подчёркивает о том, что он создаёт какие-то свои собственные защиты, потому что не чувствует себя по-настоящему нужным, любимым, с такой мамой, как Алия. У Алии совсем другие интересы, не семья. Поэтому Малькольм любит сына с удвоенной силой, пытаясь компенсировать ему нелюбовь матери. Давайте немножечко пройдёмся по дому ланграбов, где всё кричит роскошью. От холла с мраморным полом до роскошной кухни, столовой, везде камины, везде арки из натурального мрамора, дорогие натуральные материалы, кухня из лучшего дерева, самые дорогие картины с платиновыми рамками, санузлы с мраморной сантехникой и со стенами из натурального мрамора. Вы видите здесь две клетки, которые ещё сыграют роль в нашей истории. Кричащий богатством кабинет с самым дорогим паркетом, с резными золотыми стульями и шахматами и с позолоченными ножками у кресел. И мне хочется сказать о этой картине, потому что всё-таки, наверное, имя адмирала ланграба не первая в истории рода. На стене кабинета висит портрет принца Люриксбурга, который или действительный предок ланграбов, или им так хочется думать. Но дело в том, что в игре Sims Medieval упоминается лорд Ландиграб, Диметрий Ландиграб, который тоже имеет отношение к этому роду. Спальни также великолепны и роскошны, с золотой сантехникой, с расшитым золотом покрывалом и обивкой кресел. Везде мрамор, везде самое дорогое дерево, везде самые дорогие картины. Ванная комната больше похожа на музей. Мы знакомимся с семьёй ланграбов вскоре после смерти этого самого Честера Ланграба, отца Алии и дедушки Малькольма. И на памятнике есть гравировка Честер Ланграб, погибший внезапно и таинственно. Смотрим генеалогию. Честер Ланграб, отец Алии, его жена Квинни, умерла уже несколько лет назад. Алия очень похожа на мать на Квинни. И более дальние предки. Здесь наследование шло по мужской линии. Родители Честера, Кермит и Кетиланграб. Очень непростой был характер у отца. Он злой, не сдержанный, не самый верный в браке, любитель слухов и приключений. Что интересно, у него всего лишь четыре черты, не пять. Возможно, на это повлияла трагедия, в результате которой он погиб. Ведь так до конца и неизвестно, отчего именно он умер. Это памятники всем тем, кто находится в генеалогическом дереве Алии. И мы видим еще одну могилу, свежевырытую. Это нехорошее предзнаменование. Если ружье висит, оно должно выстрелить. Если могила вырыта, она должна быть заполнена. Но для того, чтобы понять, что случилось с Честером, нам нужно снова вернуться в кабинет хранителя искусств Франции Франсуа Ламбера. Господин Ланграб, мы могли бы вернуть вам во владение замок Ланграба, если бы получили взамен гораздо более ценную мировую реликвию. Я знаю, что вы спонсируете раскопки в долине царей, и что эти раскопки успешны. Я знаю, что вы на пороге входа в гробницу фараона Тутанхамона. Если Франция получит саркофаг Тутанхамона, вы получите обратно замок адмирала Ланграба. Честер грязно выругался. Ты как себе это представляешь, старый пройдоха? Как я решу вопросы с правительством Египта? Как я вывезу этот саркофаг? Ламбер остался невозмутим. Я это себе никак не представляю. Представлять – дело ваше. Условия поставлены. Решение за вами. Прощайте. И тут самое время сказать, что у моего честера Ланграба существует реальный прототип. И сама моя история основана на реально существующей истории. Конечно, не в плане того, что был похищен саркофаг, а в плане раскопок гробницы Тутанхамона и истории, которую назвали проклятием фараоны, которая имела очень большой резонанс в начале XX века. Дело в том, что раскопки гробницы фараона спонсировал граф Карнарвон V. Это очень известное семейство лорда Карнарвоны. Если вы помните, я в видео про Бьерксонов упоминала поместье Даунтон. Так вот, для этого сериала использовалось фамильное поместье Карнарвонов. Называется «Замок Сент-Эклер». То есть вот этот дом, родовое гнездо Карнарвонов. Посмотрите, какая здесь красота на заднем дворе. Тут настоящий целый парк. Конечно же, бассейн. Конечно же, зона барбекю. Так вот, лорд Джордж Карнарвон V был известным египтологом. И он вообще был собирателем ценностей. Он очень много времени проводил в Египте. Любил проводить там зиму с женой, то есть с Квинем. И с огромным удовольствием спонсировал раскопки. Раскопками занимался его хороший знакомый, даже друг, некий Картер. И вот однажды он получил сообщение от Картера, что великий день настал. Картер приглашал его на открытие гробницы с тем, чтобы вместе с ним заглянуть в таинство. Гробница фараона Тутанхамона знаменита тем, что она была не расхищена. Она была полностью закрыта. И практически первый раз нога современного человека вступала туда. Видите, как трогательный. Герберт занимается сыном. Алия где-то шляется. Она проводила собрания одну за другим, потому что у неё всё плохо с производительностью. Мне всё-таки кажется, наверное, не Алия, а Алия, потому что Алия звучит как-то слишком восточно. Итак, Честер со своей дочерью Алией собирались на официальное открытие гробницы в Египет. Честер очень любил свою дочь. Он делал на неё ставку, как на наследницу всего состояния. Но за день до поездки в Египет произошло мистическое событие, которое явилось началом необъяснимых явлений. Это любимый питомец Честера, кобра Анастасия. И что-то произошло. Каким-то образом её террариум оказался открытым. И эта кобра съела любимую синюю птичку Честера. Кобра пробралась в клетку и сожрала птицу. А надо знать, что кобра – это животное, охраняющее власть фараонов. И наказывающее любого, посягающего на египетского царя. Понятно, что Честер был в ярость. Он чуть не убил служанку, заботящуюся о животных. Но всё-таки уехал в Египет с воодушевлением. В его голове начал зарождаться план. И поездка эта должна была уточнить детали этого плана. А надо сказать, что Честер обладал отменным здоровьем. Хоть уже и не очень молодой, но про него всегда шутили, что переживёт всех ланграбов. В долине царей состоялось торжественное открытие погребальной камеры Тутанхамона, на которой, мы знаем, Честер шёл с тёмным сердцем посягательства на святыне. А спустя неделю после этого события дедушка Малькольма скоропостижно скончался. И до сих пор до конца никто не может определить причину этой смерти. Кто-то говорит о том, что он накануне поездки порезался. Кто-то говорит, что его укусил комар, который распространял ужасный вирус. Кто-то говорит, что он умер от воспаления лёгких. И всё бы это было не так необъяснимо, если бы и ещё 13 человек, присутствующих при открытии гробницы, скончались в течение последующих месяцев. Причём эти смерти были одна нелепее другой. Кто-то умер после стоматологического вмешательства, кто-то вывалился из окна. И что особенно мистично, что ранка на щеке Честера, на левой щеке, рядом с ухом, то ли от пореза бритвы, то ли от укуса комара, совпадает с местоположением ранки на щеке фараона Тутанхамона. Ты прям в шляпе будешь спать? Даже Артур Конан Дойл оговорился по поводу этого события. Он считает, что жрецы фараона населили гробницу элементалями, которые призваны защищать царя. Эта спальня принадлежала родителям, алии теперь она стоит пуста. С того момента у ланграбов всё пошло не так. Во-первых, провалились исследования Герберта. Уточню, что Герберт работал в области судебной медицины. Он пытался доказать, что у человека есть ген, который автоматически делает его подонком. Но эксперименты не подтвердились. Диссертация с треском провалилась, и Герберт разочаровался в науке, ушёл из исследований и решил посвятить себя практике суд-медэкспертизе. Ухудшалось состояние Малькольма, обострилась его астма после смерти дедушки. Астма была ещё одной причиной малоподвижного образа жизни и, следственно, лишнего веса. Но самым трагичным и самым нелепым был как-то звонок Герберту о том, что его жена выбросилась с последнего этажа офисного небоскрёба, в котором работала. Алию можно было заподозрить во всём, но только не в чёрной меланхолии. Она, конечно, скорбела по отцу, но она точно не была той женщиной, которая так решает свои проблемы. Что делать теперь этим двумя осиротевшим мужчинам? Давайте посмотрим на черты Герберта. Он, с одной стороны, примерный семьянин, а с другой стороны, безнадёжный романтик. Конечно, он всё сделает во благо семьи, во благо сына, но он и не сможет долго без любви. Спустя какое-то время было принято решение уехать из Сан-Цет-Вэлли. С одной стороны, с этим городом связано большое количество трагических событий, и с другой стороны, Малькольму в связи с его астмой требуется сухой, жаркий климат для улучшения здоровья. Поэтому Герберт... И посмотрите, какое желание появляется у Герберта. Ты просто читаешь мои мысли. Да, он принимает решение продать дом в Сан-Цет-Вэлли и переехать в другую страну, а именно в жаркий, горячий Азис Спринг. Почему я убиваю Алью в Симс-3? Потому что мне категорически не нравится та версия на фэндоме, которая даётся по поводу изменённого имени Нэнси Ланграб. А вернее, вообще никакой версии не даётся, просто сообщается, что в Симс-4 в параллельной реальности живёт семья Ланграб. Нет, в моей истории это продолжение истории Симс-3. Герберт с Малькольмом переезжают в Азис Спринг. Герберт продолжает работать в суд-медэкспертом, но уже в разведывательном управлении. Как безнадёжный романтик, он не может долго быть без женщины. Во время расследования одного из преступлений Герберт знакомится с яркой и наглой Нэнси, которая выступает по делу как аферистка. Но её оправдывают. И хотя эта женщина полусвета, это видно по её яркой манере краситься, по странной для её возраста манере одеваться. Слишком ярко, слишком кричащий, не особо соответствующий правилам этикета для женщин её возраста. Она уже взрослая женщина. Но такие женщины могут быть очень обаятельными. Она, безусловно, чем-то похожа на Алию. Но часто бывает, что следующие наши любимые очень похожи на предыдущих. У каждого человека есть какая-то внутренняя модель своей пары. В Симс-4 Герберт по-прежнему остаётся семьянином, добрым. В Симс-3 не было у него черты доброй, но была черта обаятельной. Но черта доброй была у Малькольма. У кого-то же мальчик должен был наследовать черту доброй. Герберт почти не изменился, он только постарел. Он, как взрослый мужчина, сумел пройти через тяготы, которые настигли семью в Санцет-Вэлле. Но эти тяготы не прошли даром для Малькольма. Он был слишком мал и слишком много потрясений пережил. Представьте себе самоубийство матери. Это вполне могло привести к тому, что он озлобился на весь свет. Скептик — это, безусловно, черта, унаследованная от Алии. Опять же, снобизм я её называю. Это не скептицизм, это снобизм. Злость, протест против того, как сложилась его жизнь. Кроме самоубийства матери, ещё скоропостижная женитьба отца на женщине, которая вызывает у него много вопросов. Хотя в 74 пишут, что Малькольм похож на Нэнси, как на мать, я вот вообще не вижу между ними сходства, кроме зелёных глаз. Простите, зелёные глаза — это глаза его матери Алии. Вот на Герберта он очень похож, смотря на структуру лица. Я не вижу сходства с Нэнси. У неё другой нос, у неё другой формы глаза. Нэнси — женщина себе на уме. Прежде всего, она женщина с очень большой претензией, с не самым лучшим происхождением, всегда мечтавшая о сладкой жизни. Поэтому, конечно, женитьба на Герберте очень помогает её планам. До женитьбы фамилия Нэнси была Зест. И у неё есть ребёнок от первого брака, которого зовут Джонни. Но когда вступает в брак человек с таким состоянием, как Ланграб, а безусловно всё состояние Ланграбов после смерти Алии перешло Малькольму и Герберту как двум прямым наследникам. Так вот, когда заключается брак с таким человеком, обязательно подписывается брачный договор. Ещё раз напоминаю, что Герберт истово любил своего сына и заботился о его интересах. Он далеко не дурак, он прекрасно понимает, кто такая Нэнси. И у него ответственность перед своим сыном в том, чтобы сохранить это состояние для него. Поэтому подписывается брачный договор. И где Джонни Зест вообще удаляется из членов семьи. Отныне Джонни Зест не имеет никакого отношения к семье Ланграб. Это прописано в брачном договоре. Для общественности есть версия, что это выбор Джонни, что он выбрал другую дорогу. Но это для того, чтобы не трепали языки. Мы с вами знаем истинную причину, почему Джонни живёт отдельной жизнью в отдельном доме и не имеет отношения к этой семье. Малькольм с ним даже не знаком. Это было одно из условий брака Герберта. Тут ещё раз хочется немножко плюнуть в Sims 4, потому что здесь у персонажей нет никакой биографии. И в игру их засовывают абсолютно пустыми. Не только Малькольм никого не знает, но и у Герберта и знакомых только семья, так же, как и у Нэнси. Да, ребята, вот что ещё заставило меня принять решение убить Алию и вызвало и непонимание по поводу описания семьи и имени. Вот смотрите, у семейства Ланграб на первый взгляд идеальная семья. Они богаты, умны и обладают хорошими манерами. Но у Алии и Герберта есть свои секреты. Это будто бы описание семьи из Sims 3, где Нэнси вообще выключается из семьи Ланграб. Я нигде не нашла, что имя Нэнси и Алия – это одно и то же имя. Может быть, вы мне как-то развеете эту тайну? Поэтому моя Нэнси Ланграб – некромный член этой семьи. Ещё хотела добавить, что если характер Малькольма ухудшился, то вот жаркий климат Оазис Спринг ему пошёл на пользу в смысле здоровья. Он всерьёз занялся спортом, пропали его проблемы с дыханием, снизился вес, и вообще он заматерел и возмужал. Мне трудно увязать эту историю Ланграбов с Малькольмом из Sims 2. Даже не потому, что трудно связать их истории. Я как раз вполне вижу Малькольма, переехавшего в торжок в Sims 2 и ставшего владельцем заводов газет-пароходов. Ведь по версии разработчиков, события в Sims 2 происходят после событий, которые произошли в Sims 3. Немножко смущает серо-голубой цвет глаз у Малькольма из Sims 2, но этому я тоже нахожу объяснение. Малькольм очень боялся проклятия фараонов, которое постигла его мать. Он где-то прочитал, что это проклятие передаётся через глаза. Глаза – это зеркало души. После того, как он это прочитал, он постоянно носил линзы как защиту. Глаза не смущают, смущает генеалогия Малькольма Ланграба IV из Sims 2. Здесь появляются абсолютно другие лица. С одной стороны семейка Конопли, но с другой стороны Ланграбы, а со стороны предков отца всех мужчин зовут Малькольмами. Отец Малькольм III и дед тоже Малькольм. Поэтому, может быть, как раз вот эта жизнь в параллельной реальности, я не знаю, может быть, у вас есть какие-то версии на этот счёт. А наш Малькольм из Sims 4 прожил долгую жизнь, благополучно состарился и на старости лет переехал в городок Роринхайтс, где и умер. И призрак его там бродит по кладбищу Роринхайтс. Спасибо, друзья, что были со мной. Я надеюсь, что вам понравилось моё расследование. Прошу вас, поддержите меня, потому что видео такого формата очень энергозатратны. Приходится не только написать историю, но ещё и подобрать материалы, и всё это как-то увязать и скомпоновать. Очень надеюсь, что я делаю это не зря, и вам это интересно. И мы с вами ещё увидимся в этой рубрике. До встречи. Пока.